Здравствуйте, ребята! Посмотрите на это. Сегодня финансовый мир обеспокоен банком First Republic, потому что его акции упали почти на 50% после объявления о недавнем сокращении депозитов на 100 миллиардов долларов. И это несмотря на миллиарды, полученные от крупнейших банков страны во время банковских потрясений в прошлом месяце. Еще один американский банк испытывает большие проблемы. Все настолько плохо, что First Republic Bank буквально умоляет правительство США о спасении. Почему же это происходит? Потому что мы только что получили данные о массовом бегстве клиентов из банка в марте. Они вывели за месяц 100 миллиардов долларов из этого банка. Часть из этих денег наверняка была выведена в биткоин. Таким образом, коллапс этого банка может привести биткоин к 40 тысячам долларам. 100 миллиардов долларов звучит как большая сумма денег. Чтобы понимать перспективу, это около 40% от их общих депозитов. Так что да, бегство клиентов очень масштабное. И это даже несмотря на то, что 11 крупнейших банков страны вложили 30 миллиардов долларов в этот банк, когда около 6 недель назад возникло множество проблем, в том числе после коллапса Silicon Valley Bank и Signature Bank. Теперь First Republic. Его гибель происходит прямо сейчас. Когда вы видите, что 40% денег утекает из банка, вы задаетесь вопросом, а действительно ли банковская система уже стабильна, как нам говорят, после крахов трех банков около 6 недель назад. Для понимания, 6 недель назад это была проблема трех банков – Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Сегодня кажется, что только First Republic теряет свои депозиты. Акции других региональных банков наоборот выросли, что усугубило затруднительное положение First Republic. Даже банк PacWest объявил, что вернул часть депозитов в апреле после того, как потерял миллиарды в первом квартале. Но как это все влияет на биткоин? Обрати внимание на это сравнение двух графиков – Репаблик Банк и Биткоин. Как ты видишь, Репаблик Банк падает, а биткоин растет. То же самое было и в начале марта. Репаблик Банк падал очень сильно, и биткоин очень сильно рос. Вот как биткоин реагирует на банковские коллапсы, а он реагирует как раз так, как и должен, как и был задуман. Ведь он создавался во времена, когда банки тоже падали. Создавался как решение этой банковской проблемы частичного резервирования, этой финансовой пирамиды. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Банки падают, а биткоин растет. Ты задаешься вопросом, почему? Мейнстримные новости скажут, что все банки застрахованы. Например, агентством по страхованию вкладов FDIC. Страховка FDIC доходит до 250 тысяч долларов на человека. Вот что они говорят, послушайте. Напоминаю всем людям, страховка 250 тысяч долларов на вкладчика. Вот насколько вы застрахованы. Люди не должны паниковать по этому поводу, если у них есть деньги в банках. Даже если банк, в котором у вас есть деньги, обанкротится, вы получите их обратно. И это правда, ребята. Но! Есть страховка FDIC. Но мейнстримные медиа не расскажут об очень грязном секрете этого агентства. Но расскажу я. Фонд страхования депозитов FDIC сегодня составляет около 128 миллиардов долларов. Они потратили 2,5 миллиарда на Signature Bank, 20 миллиардов на Silicon Valley Bank. Итого, прямо сейчас, исходя из публичных отчетов FDIC, страховой баланс составляет около 105 миллиардов долларов. Но сколько депозитов в банковской системе США? 17,5 триллионов долларов с состоянием на 15 марта этого года. Ну да, денег на страхование явно не хватает. Это нормально, не стоит паниковать. Я лишь пытаюсь объяснить, что это одна из причин роста биткоина. Потому что ФРС снова и снова показывает нам, что если им нужно, они снова запустят денежный принтер. Как только Silicon Valley Bank потерпел крах, они сразу же снова начали количественное смягчение. Кроме этого, и клиенты банков начинают искать, куда вывести деньги. Кто-то выводит в наличку, кто-то в другой банк, а кто-то, вполне вероятно, покупает биткоин. Так что да, правительство США может спасти клиентов любого банка, но они никогда не признаются, что делают это за счет падения покупательной способности доллара. А значит и всех, кто этим долларом владеет. Фактически и так и так люди потеряют. Если не свои деньги, то их покупательную способность, и это причина, почему им нужно, почему им стоит, почему они обязаны покупать биткоин. Или хотя бы золото. Послушай представителей FDIC, агентства, у которых только 100 миллиардов покрытия на 17,5 триллионов долларов. Вот что они говорят. Возникает вопрос, сколько раз FDIC может это делать? В какой момент FDIC может обанкротиться? FDIC опирается на полное доверие правительства Соединенных Штатов. Мы стараемся не пользоваться этим, но если нам нужно, мы можем занять указначейство, чтобы компенсировать любой дефицит. Так что FDIC никогда не разорится, потому что мы – это правительство. Мы опираемся на полное доверие правительства США. А теперь послушай, как это комментирует Питер Шиф. Стоимость жизни удвоится, затем утроится, затем жить станет вчетверо дороже. Это приведет к обнищанию подавляющего большинства людей в этой стране. Им нужно знать, что причина, по которой они станут такими бедными – это их собственное правительство. В этом не виноват свободный рынок, потому что у нас его нет. В этом виновато большое правительство и Джером Пауэлл. ФРС США прекрасно осознает, что правительство создает инфляцию, пытаясь покрывать огромные дефициты. Пауэлл должен сказать правительству, чтобы оно прекратило это делать и сократило государственные расходы. Но он отказывается вступаться за американскую общественность. Он не хочет делать свою работу. Да, ребята, коллапс банков – плох для людей, которые в этих банках держали свои деньги. Да, им больно. Но я хочу сказать, что чем больше трещин мы будем получать в традиционной финансовой системе, тем больше людей начнет просыпаться. Некоторые уже проснулись и увидели альтернативу, которая была создана этому безобразию – биткоин. И я не хочу радоваться коллапсам банков, но я хочу радоваться тому, что их крах приводит к признанию, принятию и, как результат, неизбежному росту – биткоин. Меня зовут Богатеющий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok